Мы продолжаем наш круглый стол. На повестке дня следующее сообщение. Это Алексей Семёнович Дадашев, врач-кардиолог НИИ детской онкологии и гематологии Центра Блохина. Вопросы безопасности применения пропронолола у детей. Здравствуйте, дорогие коллеги. Всех очень рад видеть, многих знаю. Второе. Данную проблему очень многие из вас уже изложили в предыдущих своих докладах, поэтому я скорее всего не внесу что-то новое, скорее, наверное, тоже какие-то некоторые выводы, которые непосредственно должны всегда сопровождать лечение наших сложных детей. Значит, основные вопросы безопасности применения пропронолола у детей. Пропронолола был запатентован в 1962 году и одобрен для медицинского применения в 1964 году. Использовался ранее в детской кардиологии при лечении артериальной гипертензии, гипотропической кардиомиопатии, некоторых нарушений сердечного ритма. А также использовался в детской неврологии и в эндокринологии. В 2008 году случайное открытие влияния пропанолола на пролиферирующие младенческие гемогеомы дало повод в полчок развития в последующем нового подхода в лечении гемогеом. С 2014 года пропанолол и в последующем гемогеом включены в американские и европейские международные рекомендации по лечению гемогеом. А в нашей стороне препарат одобрен в 2015 году. Производится, как ранее уже сообщали, во Франции. Оценка перед лечением и противопоказания. Врач, назначающий лекарственный препарат, должен иметь опыт наблюдения маленьких детей. Лечение следует назначать только в условиях клиники, оборудованной и квалифицированной для безопасного и немедленного контроля за нежелательными явлениями. Особенно со стороны сердечно-сосудистой системы. Перед началом терапии пропанололом у пациентов проверяют наличие противопоказаний. Основная группа риска – это дети менее пяти недель на один начало лекарственной терапии. Дети на грудном вскормлении в случае, если кормящая мать принимает лекарственные препараты, противопоказанные для совместного применения спарфронолома. Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Бронхиальная астма, бронхосфазм в анамнезе. Синдром слабости синусового узла в педиатрии. Дисфункция синусового узла, включая синентриальную и антребетикулярную блокаду второй и третьей степени. Урежение частоты и сердечных сокращений, снижение артериального давления ниже определенных пределов. Кардиогенный шок, неконтролируемая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Выражено нарушение периферического артериального кровообращения и предрасположенность гипогликемии феохромоцитома. Код группы риска как раз здесь указана слева. В принципе, как говорил Андрей Анатольевич, это 1-4 месяца. В первую очередь, в группе риска детки до 5 недель жизни. В их ситуации рекомендовано начинать терапию как можно быстрее, в случае, если это быстро растущие, немелетные, жизнеугрожающие гемангиомы. Ниже также вы можете видеть основные группы препаратов, которые, скажем, не то что дают противопоказания к терапии, нежели просто составляют определенную специфику взаимодействия с пропонололом и могут создавать какие-то неудобства или побочные эффекты. Как Андрей Анатольевич тоже в своем докладе представлял, нижние границы нормальных значений, которые допустимы считаются в Европе, в Америке показателем давления и сердцебиения. Я также соглашусь, что показатели достаточно низкие, нижние границы. Есть определенная доля риска, но тем более надо за этим более тщательно наблюдать и тем важнее обследование перед началом терапии. В основном в моменте начинается обследование с обычных анализов крови и мочи, биохимический анализ крови с определением трансминаза, уровня глюкоза, мальчилина, кретинимина. Контроль исходных параметров артериального давления и частоты сиденья сокращения, чтобы понять, насколько ребенок угрожаем или, как скажем, в анестезиологии анестезиологические риски. Здесь в данном случае риски именно по терапии бета-блокатора. Для этого мы сначала можем провести ЭКГ на длинной ленте. Дальше желательно, крайне желательно, провести все-таки полноценное исследование суточное металлирование ЭКГ для того, чтобы уже, как Наталья Павловна тоже обозначала, поделить группы риска. Особенно это, надо сказать, волнует нарушение ритма и пауза, особенно в ночное время. ОЗИ сердца, естественно, с Доплером, для того, чтобы понять, есть ли у нас какие-то структурные нарушения, фракции выброса, ударный объем, чтобы, не дай бог, мы не могли нанести вреда ребенку или ввести его в состояние декомпенсации и начиная терапию бета-блокатора. МРТ, опять-таки, тоже, это, естественно, при показаниях определенных, при определенном локализации гемангиом, особенно при синдроме Фейс и Лума. В зависимости, опять-таки, от типа и локализации гемангиом, дополнительно назначаются ультразвуковые исследования, ангиография, ангиография, проведение биопсии. Опять-таки, об этом тоже уже ранее сообщали. Определение глюкозы на исходном уровне необходимо только у недоношенных детей или у детей с маленьким весом для своего дистрибционного возраста, у младенцев с задержкой в развитии или с эпизодами гипергликемии в анализе. Начало терапии. При лечении пропанололом рекомендуется проводить постепенное повышение дозировки, поскольку невозможно предвидеть побочный эффект, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Чтобы обеспечить надлежащий контроль функций сердечно-сосудистой системы, время начала терапии пропанололом рекомендуется проводить ее в условиях стационара. У всех детей в возрасте менее двух месяцев, возраст с поправкой на недоношенность должен проводиться контроль частоты сердечно-сокращения и артериодавления на исходном уровне и через 1-2-2 часа от момента начала терапии. На каждом этапе повышения дозировки естественно ребенок должен контролироваться и по давлению, и по сердцебиению и опять-таки после каждого введения препарата будет через 1-2 часа проводиться измерение. Лечение в стационаре. Дети веса менее 3,5 кг во время повышения дозы. Недоношенные дети, получающие лечение пропанололом, имеющие повышенный риск развития в радикодии или гипотезии. Все пациенты с непосредственным риском жизнебыражающих гемангиом, а именно подсвязочное пространство. Дети с значительной сопутствующей патологией, влияющей на сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему или уровень глюкозы в крови. Согласно данным большинства исследований, стандартная доза пропанолола составляет 2-3 мг на килограмм в сутки. Подбор дозы необходимо начинать с 0,5-0,6 мг на килограмм в сутки. Здесь специалисты, которые плотно работают с этими детками, меня могут поправить. Здесь уже непонятно исходят от сложности ребенка и от итогов результатов обследования. Рекомендуется бета-блокаторы аккуратно титровать на 0,5-0,6 мг на килограмм в сутки в среднем на каждую неделю. И вот в течение месяца до целевой дозировки 2-3 мг на килограмм в сутки. Естественно, еще раз повторюсь, рекомендую обязательно проверять частоту сердечных сокращений, в том числе проведение ЭКГ. ЭКГ можно делать раз в месяц, а параметры основной ребенка, конечно, смотреть до и после начала дачи препарата. Важно! Лечение необходимо прервать во время приступов абструктивного бронхита до тех пор, пока сохраняются симптомы или требуется прием ингаляционных бета-дреномиметиков. Лечение необходимо прервать в случае нарушения способности принимать пищу через рот и интерпурет абструктивного бронхита. Наталья Павловна говорила о том, что в случае каких-либо проявлений нарушений ритма или непереносимости препарата, прервать не совсем корректное слово. Здесь правильно сказать понижение постепенно понижение бозировки. То есть можем в два раза уменьшить для того, чтобы сократить проявление негативных нежелательных эффектов и с последующей отменой временной. Возможно, когда ребенок стабилизируется, мы берем определенные проблемы и дальше можем попробовать опять-таки вводить. понятно, что бывают ситуации, когда мы не можем вернуться к прополололу и тогда уже мы начинаем работать либо в другом направлении с другими препаратами, теми же глюкокортикостероидами. Желательно делать фотографии гемогеом, об этом Андрей Анатольевич тоже очень ярко рассказал. Планово обследовать через 3-6 месяцев. Опять-таки тоже тут уже первоочеренно усмотрение сосудистых хирургов, которые могут оценить грамотную динамику и уже дальше определять какие сроки и какому возрасту ребенку лучше показывать. По достижению регресса гемогеомы, что подтверждается специалистам клинические инструментальные ребенка в условиях гневного стационара осуществляет постепенную отмену препарата в течение 2-3 недель путем снижения разовой дозы препарата во избежание синдрома отмены. Вновь контролируются показатели химического анализа крови, инструментальных методов обследования и показатели актериального давления. Длительность терапии составляет в среднем 6-8 месяцев. Понятно, что все зависит от сложности клинического случая, от других факторов. В среднем по литературе 6-8 месяцев. Учитывая профиль возможных осложнений, представляется обоснованным и обязательным продолжением использования междисциплинарного подхода к лечению детей с гемангиомами, учитывающим необходимость совместного введения данных пациентов с участием сосудистых хирургов и кардиологов. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Алексей Семенович, за столь обстоятельный доклад. И, конечно, аспекты применения крайне важны.